Дорогие друзья, мы такие разные, но мгновения уходящего года делают нас похожими, потому что мы объединены чувством торжественности и величия этого момента. Буквально через несколько минут нам предстоит отправить в архив истории високосный 2012 год. Помните, ровно год назад мы встречали его настороженно и с опасениями, но они оказались напрасными. Мы его прожили спокойно, уверенно, следуя собственным путем, жили своим умом, трудом добывая хлеб насушный. Мы никому не подражали, не копировали бездумно чужие модели, не обижали других и не создавали проблем для наших соседей. Мы немало пережили, через многое прошли, но всегда вместе. Подтверждая неразрывные духовные связи и сплоченность единой семьи белорусской нации. В уходящем году мы немало сделали для развития нашей страны. Собрали небывалые урожаи хлебов, стали космической державой и замахнулись на строительство собственной атомной электростанции. Подняли на новый уровень здравоохранения, образования. Возрождали всемирно известные памятники культурного наследия. Наши студенты, школьники, артисты и даже спортсмены прославили Беларусь своими победами на мировой арене. Но главным было то, что Беларусь стала на 115 тысяч маленьких граждан богаче. Это примерно на 6,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Я говорю примерно, потому что, может быть, в эти мгновения уходящего года кто-то стал счастливее нас, услышав чарующий голос малютки. Я преклоняюсь перед вами, подарившими стране будущее, детей. Они – основа нашей независимости, благополучия и процветания. И общество должно сделать все необходимое для того, чтобы сохранить это великое достояние, уберечь каждого ребенка от невзгод и несчастья. В год бережливости мы обязаны научиться беречь друг друга, не проходить мимо чужой беды, быть добрее и внимательнее к людям, живущим рядом. Предстоящий год станет переломным для экономники. У нас нет иного выбора. Ведь качественное обновление и ускоренная модернизация предприятий – залог укрепления нашей государственности и роста благосостояния народа. В 2013 году Беларусь возглавит Содружество независимых государств. Председательство нашей страны пройдет под знаком сохранения природы. Это Божий дар, и мы должны научиться его рационально использовать и сохранить для будущих поколений. Сделать так, чтобы подаренная судьбой родная земля была любимым и уютным домом для каждого ее жителя. Дорогие друзья, летопись Отечества представляет собой сплав имен и судеб миллионов отдельных личностей. Пройдя множество непростых исторических дорог, мы заслужили свое право быть счастливыми. Мы смотрим в будущее с уверенностью, мы знаем, куда идти и что делать. Мы верим в себя и в неисчерпаемые силы народа. Мы очень богаты. У нас есть миллионы умелых рук, талантливых, умных и мудрых людей. И мой новогодний тост за нас, за белорусский народ, за детишек, тех, кто уже родился или в скором времени появится на свет, и за их родителей, за стариков, чей жизненный опыт служит нам примером и опорой, за наших женщин, нежных и заботливых, любимых и любящих, за людей в погонах, обеспечивающих мир и безопасность на родной земле, за нашу белорусскую интеллигенцию, создающую духовное богатство народа, за рабочих и крестьян, руководителей и специалистов, приумножающих достояние страны. Пусть останутся в уходящем году все обиды и печали, а Новый год подарит вам счастье и радостные перемены в судьбе. Здоровья, мира и добра вам! С Новым годом! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА